Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Тверскую область. Это его первая поездка в субъекты России после выборов главы государства. В Торжке Владимир Путин провел встречу с работниками культуры Верхнего Лжия, участие в которой приняли министр культуры России Ольга Любимова, полномочный представитель президентов ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Игорь Руденя. Перед началом встречи Владимир Путин пообщался с жителями Торжка, которые очень тепло встретили главы государства. Тему продолжит наш корреспондент. В ходе своей поездки президент осмотрел выставочный комплекс музейной ряды Всероссийского историко-этнографического музея. С апреля 2024 года экспозиционный отдел музейной ряды будет закрыт на масштабную реставрацию, которую планируется завершить до 2026 года. Владимиру Путину провели экскурсию и рассказали о Торжке. Один из древнейших городов нашей страны. Общепринято считать, что он был основан купцами из Великого Новгорода еще в 10 веке. А 8 лет старше Москвы? Вопросы развития отрасли, повышения престижа профессии работника культуры Владимир Путин обсудил с представителями домов культуры, музеев, библиотек, детских школ искусств, студентами, планирующими продолжить свою профессиональную деятельность в Верхней Волжье. Встреча должна была состояться 25 марта, день работника культуры, но была перенесена в связи с трагическими событиями в Крокус-Сити-Холле. Дело в том, что культура, она, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу. Она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические, потому что силу придает. Народу придает силу, каждому конкретному человеку. Я хотел бы вас, и, как в таких случаях говорят в вашем лице, поблагодарить всех, кто работает на этой ниве, посвящает себя этой очень важной работе. Потому что вот эта работа, повторяю еще раз, это не пустые слова, она вот создает основу, базу, морально-нравственную базу существования народа. Модератором встречи выступил министр культуры Тверской области Ксения Глинка. Директор межпоселенческого дома культуры из Вышнего Волочка Светлана Леваук поблагодарила президента за решение о запуске с 2025 года программы «Земский работник культуры». По ее словам, реализация программы поможет, в частности, привлечь молодежь в эту сферу. Мы сможем вдохнуть новую жизнь в наши малые города и села. Благодаря этому важному и долгожданному для нашего отрасли решению мы сможем восполнить дефицит работников, закрепить кадры на местах, привлечь молодежь. И мы этому очень рады. Спасибо, Владимир Ильич. Глава государства подчеркнула, особое внимание важно уделить материально-техническому оснащению учреждений культуры. Благодаря нацпроекту «Культура» в Тверской области за 2019-2023 годы были отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений отрасли. Студентка третьего курса Российской академии музыки имени Гнесиных Виктория Фам, которая планирует заниматься концертной деятельностью в Верхней Волжье, спросила главу государства об укреплении материальной базы музыкальных училищ и вузов. Наблюдая за обновлением детских школ искусств, хочется верить, что укрепление материальной базы коснется также и следующих ступеней музыкальных училищ и вузов. А наша легендарная система музыкального образования будет сохранена. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот мы сделали первый шаг. Вот коллега ваша сейчас только что говорила о том, что нужно поддержать тех, кто производит отечественные музыкальные инструменты. Конечно, нужно делать следующий шаг. Нужно обратить внимание на высшие учебные заведения, на музыкальные училища. Ну вот, Елена Борисовна, начиная, пускай, борьбу с Министерством финансов, я постараюсь ее поддержать. В Тверской области по упоручению губернатора Игоря Руденя реализуется программа по обновлению материально-технической базы в общежитиях колледжей, в том числе отрасли культуры. По словам Игоря Руденя, эту программу поддерживают тверские производители, и работа приобрела уже системный характер. На встрече обсуждалось и сохранение объектов культурного наследия Торшка. В послании Федеральному собранию глава государства сообщил, что Тверская область станет одним из пилотных регионов для реализации программы по сохранению памятников истории и культуры. В Верхневолге самое большое количество таких памятников по сравнению с другими регионами Центральной России. Порядка 10 тысяч. Важный вопрос касался создания в Торшке современного археологического музея под открытым небом. Исторический центр Торшка — это памятник археологии федерального значения. Я сегодня говорю прежде всего о Новоторжском Кремле, который мы немножко познакомились, и о территории Нижнего Городища. Вот развитие сегодня этих объектов мы видим только через вовлечение молодёжи, через создание школьных, студенческих, учебных лагерей, которые бы позволили под кураторством наших профессиональных археологов молодым людям познать не только эту достаточно увлекательную науку как археологии, поработать в поле, но и подумать о реконструкции, в частности, средневекового нашего Торшка, современными мультимедийными цифровыми технологиями. Владимир Путин идею поддержал. Речь шла и о сохранении усадебной культуры. В 2022 году музей получил в оперативное управление усадьбу «Знаменский райок». Разработан проект возрождения и рассчитан на пять лет. Усадьба построена гениальным зодчим Николаем Львовым. У нас итальянцы, французы, испанцы, все приезжали, иностранные туристы, на этот объект. Это уникальный объект. И если говорить про Львову, то понятно, что в одной линии, как Феррованте, Россия, это архитектор вот этого уровня. Это прям первый топ мировых архитекторов, которые вошли в мировую крышу. Глава государства поддержал и эту инициативу, дал поручение по реализации проекта. А в завершение встречи, которая, кстати, состоялась во Всемирный день театра, президент подчеркнул, на спектаклях, которые ставятся на сценах театров, в том числе тверских, из поколения в поколение воспитывается вся страна.